Всех с праздником Победы! Сводки с фронтов специальной военной операции на Украине. Предыдущие сутки продолжились удары по местам дислокации. Были нанесены удары по Днепру, Запорожье, Черкассы. Но на гастрадальный Павлоград, по всей видимости, в СССР не могут не использовать этот транспортный узел. И постоянно натыкаются на своеобразный цукцванг. По Павлограду снова нанесены авиационные удары. Также Краматорск и Киев. Достаточно значительные массированные ракетно-авиационные удары. Если раньше серии авиационных операций производились по украинской энергетике, последние несколько недель мы ничего подобного больше не слышим. То есть знаменитая доктрина дуэ итальянского теоретика воздушной войны, она прослеживалась некоторое время. Затем вдруг удары по украинской энергетике прекратились. Был ли какой-то договорняк, трудно сказать, но факт остается фактом. Удары по энергетике прекратились, но зато наносятся удары по концентрации украинских войск. И предыдущие сутки не исключение. Человек, который на себя надел мантию Джулио Дуэ, это, конечно, Суровикин. Ну, забегать вперед не будем. Посмотрим, что произойдет дальше. Инцидент случился у берегов Румынии, где Су-35 ВКС России испугал польский Л-410. И произошел своеобразный скандал. Из дальнейших авиационных происшествий был сбит Су-25 у Белозерки. Также был сбит Су-27 в 100 километрах от линии боевого соприскосновения. У Изюма, по всей видимости, это ракеты С-400 предположительные. Ну и продолжается нанесение ударов непосредственно по линии фронта. Использование фабов. Фабы на 500 килограммов, 1500 килограммов, достаточно значительно изменяет ход боевых действий. Если пальма первенства все еще у артиллерии, то, по идее, если будут наносить не 20 и 30 авиаударов в день, как это происходит сейчас, а 200 и 300, то богом войны, скорее всего, будет по окончанию конфликта объявлена именно авиация. По идее, все должно быть не так. В англоязычной блогосфере высказали мнение о том, что одной из причин, почему откладывается контрнаступ в СУ, это то, что российские средства радиоэлектронной борьбы очень серьезно влияют на использование хаймарсов. И хаймарсы должны были заменить авиацию в СУ, у которых авиации практически нет. И так как они не могут наносить точечные удары, как это происходило раньше, вот одна из причин откладывания контрнаступа именно противодействия российских РЭБов. Ну, что же касается линии фронта. Начинаем с юга. Предположительно, было нанесено поражение небольшому десанту, южнее Херсона. Продолжается нанесение ударов по Орехову. Углидар. Опять-таки, нанесение авиационных ударов. Очень значительные удары наносятся по Террикону у Авдеевки. По всей видимости, тут все изрыто украинскими укрепами. То есть, очень мощные удары наносятся именно по Террикону на северо-востоке Авдеевки. Что касается Бахмута, продвижение войск Вагнера в северо-западной части, вдоль улицы Толбухина. А также, постоянное нанесение ударов авиации ВКС России по часовую яру. И значительные проблемы со снабжением. То есть, ну, осталось совсем ничего от Бахмута. То есть, практически там 3-4% контроля ВСУ. На этом все. Спасибо. Всем пока.